сегодня посмотрим на монетки царя ивана грозного вот такие вот копейки деньга вот этих времен копейки они вообще начали называться копейками потому что отчеканин тут фигура с копьем от того их назначили называть копейками вообще монеты изготавливались из серебра вытягивалась проволока проволока нарезалась на кусочки кусочки потом сплющивались изготавливалась заготовка уже из заготовки чеканщик чеканил монету получались они не козистыми а чего и получили свое название чешуйки или чешуя маленькие монетки вес был очень разный от 065 грамма были монеты 065 грамма московские монеты были меньше 030 грамма это вот деньга деньга вообще она немножко поменьше копейка у ивана грозного на побольше вот я возьму их вместе вот как мы видим одна побольше это вот копейка а это вот деньга но московские копейки были по размеру как вот деньга ивана грозного это вот монета где-то 030 грамма серебро очищали до 960 пробы серебра в россии тогда не было и монеты это изготавливали из привозного серебра при права переплавляли среди европейские таллеры жизнь их получали серебро так как россии своего серебра не было такие вот тут надпись на деньге вот изображен фигура наконец саблей на копейки фигура с копьем как саблейка фигура В профиле они очень тоненькие. Все они получались немножко разные, поскольку чекались вручную. Вот такие вот тут хорошо видны сабли. Князь Великий, Иван. Вот тут прямо написано. Можно разглядеть. То же самое. Это вот у нас деньга. По сравнению с копейкой у Ивана Грозного она немножко поменьше. Такое вот различие. Ну и по весу она почти в два раза меньше. Копейка в два раза больше. Деньги. Вообще монеты очень интересные, поскольку практически они все, как я уже говорил, получаются немножко разные. Поскольку чекались вручную, они как сегодняшние на станках. Все немножко разные. По виду видно. Одна покруглее, другая по вытяните. Надписи. И вот такой Нитовщина Монеты 1533 года Монеты 1533 года Сразу побольше Сразу вот она копейка С копьем Фигура И тут вот Идет надпись Существует большое количество каталогов Где уже можно непосредственно посмотреть Московская это деньга Либо новгородская Где она отчеканена Уже непосредственно точно посмотреть И будет виден точно Будет год Уже все это установлено Вот тут прям царь Попалась Надпись Тут видно несколько раз били Потому что буквы И тут вот и тут Потому что делали вручную Первый вариант не устроил Еще Ее раз отчеканили При изготовлении Вот копеечка Собли денежку Так вот Практически они все Немножко разные Практически Тут отчетливо видно Фигура с саблей На коне Вот такие монетки Это копейка все равно Она получилась потолще По весу когда берешь Сразу чувствуешь Вот буквы присутствуют По каталогу можно найти Будет уже точнее Где монета отчеканена Всем спасибо за внимание Костюм Спасибо за внимание Пока